каждый раз готовлю все время по-разному сама сама себе придумываю что-то и расскажу вам про недостатки а то все время все хвалю да хвалю недостатков нет не нашлось пока горяченькие очень с вареницем так чуть-чуть раз смажу и вкусно вкусно будет вопросы и ответы так что девочки давайте вы мне под этим видео задавайте вопросы в комментариях на которые вы хотите чтоб я ответила всем доброе утро девочки мои сегодня у нас на градуснике 45 плюс посмотрим что у нас на улице делается у нас туман очень такой сильный туман вот ну ветра вроде бы нету хотя передавали 5-10 метров я только что постирала белье и вот думаю повесить его за окно повешу или за окно пока пусть проветрится уже смонтировала видео для вас выводится видео а я стираю тут пока уже с утра ну вот девочки наконец-то я до вас добралась я что-то долго шла к этому моменту но я пока белье повесила потом видео вывелось как раз пока его проверила опубликовала сейчас уже глянула дочка там прямой эфир ведет но я немножко послушала в общем как бы там темы они не особо меня задевают так что я хочу я уже думаю что скоро обед я уже позавтракать успела на обед я хочу ребрышки приготовить с картошечкой сделать в общем это не диетическое блюдо но иногда иногда очень редко я такое блюдо готовлю на самом деле когда последний раз ребрышки готовила вот эти жареные с картошечкой я уже не помню давно очень поэтому учета последнее время так я вспомнила про эти ребрышка ими запали вошла их купила вчера вот но сегодня будем мы с вами сейчас их готовить так так что я уже волосы подобрала кстати говоря волосы я заметила так голову помоешь стоит шапку одеть все после шапки уже все прическа не то уже не туда торчит все куда-то не туда просто даже и и не знаю что делать но вот сезон шапок это вот такая беда вот так что ну заколола и заколола так ладно давайте начнем делать и потихонечку будем болтать с вами как всегда так девочки помыла я ребрышки промокну полотенчиком вот таким бумажным они не были сильно мокрые отлично вот такие ребрышки симпатичные сделала смотрите какие хорошенькие с прослойкой так ну теперь надо как-то порезать я не знаю порезать пластами наверно не очень мелкими попробуем вот так вот как-то так сейчас порежу в общем не знаю наверно крупно все-таки это порежу такими кусками или может быть так еще пополам там лучше точно отлично так все и порежу сейчас поехали так в общем девочки порезала я крупными кусочками вот какими-то такими вот пластами порезала я эту грудинку ну да ребрышки так приготовила две луковицы решила булка сделать побольше и картошки я почистила ну и с учетом если вот это все как бы немножко ужарится то я думаю картошки хватит не хватит я ее дочищу немножко потом позже так картошку мне хочется порезать как-то крупно честно говоря привыкли резать и обычно некрупно так ну какими-то может быть вот такими какими-то вот такие вот кусочками порежу я думаю крупнее может быть и не надо хотя может кто-то и крупнее может порезать как-то так я думаю нормально чтобы не поражались еще вот так порезала режу сейчас картошку и залью пока водой картошечку я водой залила хотя я подумала то что ее наоборот наоборот только подсушить еще так и луковицу я хочу тоже повязать довольно крупно полу курсами такими каждый раз готовлю все время по-разному сама сама себе придумываю что-то я уже не помню даже как прошлый раз я готовила но вот в этот раз мне вот что-то так буду приспичивать и готовить я думаю так должно так хочется вообще это самое самое главное не важно как должно быть главное готовить как хочется вот у вас вы на кухне как художник можете себе изобретать любое блюдо пробовать что-то ваять даже классно можно самому себе импровизирует вышли в ресторане вы себе дома готовите для себя своей семьи поэтому сам себе пикассо вот так вообще люблю жареный лук хочется его крупным этот раз порезать все включая печку пусть прогревается как но немножечко маслица чуть-чуть для того чтобы смазать сковороду чтобы у нас вот это не прилипло сразу же так сейчас возьму все размажу вот и теперь буду выкладывать час это мясо так сковорода пока еще не до конца прогрелась надо шипсала немножко вытопилось начинает начинает жарится так ну ладно в общем в общем как то так но обжарим со всех сторон чтобы она так подрумянилось чуть-чуть я картошечку решила кинуть на друшлаг пускай она стечет немножко подсохнет чуть-чуть еще полотенчиком в этим бумажным ее немножко промокнуть хочу чтобы она была подсушена а тут у нас начинает потихонечку мясо поджариваться сейчас я его посмотрю перевернуть что-то может быть ну надо периодически переворачивать она все обжаривается скорее мне это делать удобнее веечка ну вот теперь тогда у нас все кусочки подрумянились со всех сторон теперь нужно их просто выложить со сковороды и будем в этот же жир вот уже тут вытопился жир в этом жире будем жарить картошку и лук все я выложила ребрышки и решила обжарить картошку и добавить туда лук хотя можно лук обжарить отдельно отложить и потом отдельно пожарить картошку а потом все собрать в один сотейник чуть-чуть водички и протушить чтобы уже все было мягким мясо готово уже можно даже кушать хочу вот когда картошечка подрумяниться можно закинуть лук вообще лук можно отдельно пожарить теперь все будем перемешивать посолить можно отдельно картошку отдельно мясо а можно все блюдо вместе уже в конце посолить кому как нравится я импровизирую я в конце уже посолю все лук у меня тоже уже обжарился я посолила отдельно это и отдельно мясо потому что у меня много слишком получилось чтобы оно все просолилось теперь надо помешать помешать все это чуть-чуть водички я добавлю закрою крышкой и убавлю мощность вот так все перемешаю красотища получается не реальная и поставлю как режим тушения чтобы оно потушилось так ну дело ближется к концу мне уже прям не терпится поесть просто уже не терпится если картошка уже готова да почти готова тоже можно и есть какая прелесть такое чудо обожаю такое блюдо вообще следующий раз я буду отдельно жарить все таки лук потому что я люблю когда он отдельно такой поджаристый и потом все это перемешать все в кучу так все еще чуть-чуть потушиться чуть-чуть буду есть уже все все девочки положила себе в тарелочку вот такую вот красотищу и капусточку открыла ради этого случая все буду кушать я уверена что будет вкусно иначе быть просто не может ой девочки поела компотиком запиваю очень вкусное блюдо получилось я думаю думала что я сейчас поем и расскажу вам про недостатки а то все время все хвалю дохвалю недостатков нет не нашлось в общем очень вкусное получилось вот все все в меру приготовлено все в меру посолено все протушено картошечка все не твердая готовенькая мясо мягкое тает во рту короче говоря готовила честно говоря вот импровизация полная была и в общем так интуитивно в общем больше всего готовила но получилось блюдо отмены в общем классом оторваться невозможно в общем наелась и кстати капусточка очень даже в тему так вот капусточка просто туда зашла короче я вас соблазняю очень сильно до девочки ну что поделаешь делюсь с вами знаете вот что что у меня на душе как у меня получается все 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 с вами делюсь кстати говоря я сейчас вспомнила я же хотела еще в начале этого видео вам сказать я же носочки делала пилинг носочки прошлый раз это было позавчера в общем прошло два дня двое суда прошло изменений пока никаких ничего не шелушиться пока ничего но если будет шелушиться что-то начнет я вам обязательно об этом скажу все девочки мои а сейчас пошла я отдохнуть после с этого обеда знаете как положено включу сейчас какой мы детектив чик и буду отдыхать пока но если мне что-нибудь еще в голову взбредет я тогда к вам вернусь еще что-нибудь будем делать девочки смотрю сериал игра на выживать игра на выбывание называется это русский детектив 2004 года фильм мне кажется я его давно когда-то видела но с удовольствием смотрю вновь там мне чайник закипел 6 чаю попью так пока у меня там пауза я уже посмотрела две серии еще две серии впереди вернее уже третью смотрю и решила блинчики разогреть покушать с чаем и с вареньем часть завариваю такой для сна пусть постоит пока заварится почему вы думаете я достала две тарелочки вот кстати такие блины они легко так вот отделяется раз-два-с-та пачка мне открытая уже вчера дроблена и все и микроволочку буквально там полминутки так ну лишь включить еще включала так и варенье все достану вот клубичную мне нравится ой вкусненькие блинчики такие кстати мне кто-то написал в комментариях что на работу девочки брали такие блины и понравились они такие я не знаю как это объяснить сейчас сейчас посмотрите нагреется сейчас так один готов поп 2 сразу туда отправляем я почему на двух тарелках это все быстрее потому что его когда достаем горячий такой пока горяченькие учить с вареницем там чуть-чуть раз смажу и вкусно вкусно будет очень-очень вкусный такой блинчик классный один готов еще один готов так я наверно сделаю еще один потому что мне кажется что мы еще третий захочется красота и пойду продолжу просмотр вот такой у меня сегодня девочки вечер вечерочек классники я между прочим так сытно поела в обед что вот прям до самого вечера мне есть ничего не хотелось сейчас вспомнила про блины не захотелось чая на ужин больше на ужин ничего не буду есть еще один так чаек у меня уже тут заварился я думаю ему долго не надо завариваться ладно еще пускай постоит и все и буду кушать это уже убираю все блинчики мои готовы чая немножко добавила меда ложечку и все девочки пошла я смотреть дальше телевизор дальше детективчик пошла смотреть доброго утречка девочки мои я проснулась уже почти три часа назад уже проголодалась кашку завариваю так уже хочу отдохнуть перекусить я уже искупалась на улице еще темно но вот я решила создать себе такое праздничное не праздничное просто какое-то веселое настроение включила вот эту гирлянду включила воздух я уже чистенькая постельное белье поменяла все сейчас лягу смотреть пока телевизор еще пока делать нечего буду наслаждаться на улице еще темно поэтому я вам не показываю что там за окном ну до рассвета ведь уже рассвет поздно у нас до света еще время есть поэтому пока темно что-то ничего не хочется делать на самом деле я уже много чего сделала ничего себе я уже искупалась уложилась постельное поменяла в общем я уже такая молодец вообще честно говоря люблю такие дни когда постельное поменяешь искупаешься и ложишься и такое запах чисто белья ощущение чистоты такое какое-то наслаждение я получаю удовольствие в этот момент вот сижу пока сидела кофе пила соседки моей нет еще должна уже скоро приехать мне не хватает обычно по утрам такими ранними утрами сидим мы с ней кофе попьем поболтаем о том осем какие планы на сегодня обсудим и вот мне пришла такая идея я сегодня что-то подумала думаю вот чтобы снять чтобы снять а думаю может давно уже не снимали вопросы ответы вы мне там иногда какие-то вопросы задаете в комментариях ну я там по ходу дела отвечаю или видео отвечаю или там отвечу если там короткий какой-то вопрос вот ну я думаю что давно не снимали надо снять нам видео вопросы и ответы так что девочки давайте вы мне под этим видео задавайте вопросы в комментариях на которые вы хотите чтобы я ответила вот не хочется уже сесть под накраситься может красивый такой вот и поотвечать на ваши вопросы вот такое стационарное видео хочется снять для вас так что у кого какие есть вопросы задавайте с удовольствием буду на них отвечать а я вчера нашла сериальчик в ютубе нашла сериальчик который называется игра на выбывание только не на выживание а на выбывание этот фильм наш русский сериал он снят 2004 году там играет майков майков по моему фамилию в главной роли но такой вот знаете какой-то детектив триллер экшену в общем довольно таки ничего мне понравился вообще сразу честно говоря когда начинаю смотреть сериал и обычно вот угадываю знаете я еще так подумала это начало двухтысячных до 2010 года фильм и правда угадала 2004 года фильм вот а до этого я смотрела фильм мы с насти когда смотрели фильм какой-то старенький еще смотрю там вот так по одежде по по съемкам смотрю вроде как 60-е но в крайнем случае начало 70-х и правда кто-то в комментариях написал шестьдесят четвертый год да интересно иногда смотреть такие фильмы старые знаете вот навевает те времена которые я могу еще вспомнить и но по крайней мере тот фильм детские мы смотрели еще я еще смотрела его в детстве а вот этот сериал который грана выбывания вроде глянула сначала там вроде четыре серии посмотрела четыре серии это еще не конец она еще четыре серии он оказывается восьмисерийный в общем я его вчера уже смотрела в миша интересно узнать конец кто же там в конце концов этот преступник который всех терроризирует вот и в общем шестую серию просмотрела по моему только началась седьмая я уже честно очень сильно захотела спать хотя 8 серии бы закончилась 10 часов это вот во сколько же я уснула 99 на на еще 9 не было я уснула поэтому проснулась сегодня начала 5 но правда нормально поспала вот так что я сейчас посмотрю новости я обычно утром смотрю вот эти утренние по первому каналу канал россия там какие-то новости что-то какие но что-то информацию какую-то такую нужную полезную захвачу чтобы быть в курсе почему-то мне всегда хочется быть в курсе событий вот и потом включу досмотрю я все-таки этот сериальчик интересно мне уже досмотреть и самое главное что я смотрю этот сериал я понимаю что это целый я когда-то смотрела но я настолько все напрочь забыла я не помню что дальше происходит какие дальше события и тем более не помню чем закончится этот сериал и в такой сериал знаете когда вроде видела вроде не видела вроде не помню его смотришь как будто в первый раз и как будто заново смотришь с удовольствием я смотрю на развитие событий и с удовольствием жду вот этого конца развязка как говорится этого детектива закрученного так но сейчас я поем кашку так надо сюда квадатрим еще капнуть и пойду еще посмотрю пока телевизор на улице пока темно делать ничего не хочется так что я пока делать ничего не собираюсь ну что девочки выглянем в окошко на улице рассвело на градусники у меня плюс 5 градусов тихо ветра нету сегодня вообще снег с дождем обещали но пока что я наблюдала только дождик ворону каркает ну и туман конечно же но тихо вот когда ветра нету тихо так классно вообще в новостях я посмотрела что будет аномальные морозы в ближайшие дни центральная россия до минус 35 в ростове до минус 9 будет в среду по моему кстати говоря прошло три дня после носочка в пилинг трое суток прошло ничего у меня нет шелушивается все кожа гладкая все нормально пока все нормально у кого-то панцирем что-то там слазит пишут страшно аж ну что девочки хочу я вам сказать сижу смотрю сериальчик потом что-то глянула я на свои ноги ноги как ноги как обычно да смотрю какие-то на 5 на пятках такие белые как пятнышки я так колупнула чуть-чуть и вот так вот кожица слазит и вот я поняла как это работает оказывается но то что мне в комментариях писали что панцирем там слазит кожа я не знаю я там думала я ждала уже что прямо сейчас панцирем таким будет слазит а по под кожей ничего там как кровь пойдет или еще что-то такое то ничего подобного вот когда вас горите на солнце и потом вот так вот берете вот так вот и кожу тоненькую так снимаете она даже прикольно вот так снимать вот такая же тоненькая кожица там и снимается но она местами уже отошла и снимается местами она еще не отошла я думаю что сейчас я засуну ноги в тазик немножко их там отмочу подержу потом кремом намажу и потом вот это верхний слой который уже отошел он будет просто легко сладить но я это думала что там будет отшалушиваться будет оторшелушиться сыпаться потом пишут мне панцирем будет слазить там ноги я уже думаю панцирь что это такое будет стороне у меня панциря нет у меня может быть и докумени не не такой панцирь не образовался но в общем не знаю мне кажется что у всех может быть разная кожа у всех все это по разному происходит. Ну у меня так. В общем в итоге я так поняла, что страшного ничего. Видео я хочу на этом свое закончить. Но если что-то будет очень там интересное такое, я в следующем видео вам уже скажу. Но я думаю ничего такого особенного не будет. Просто вот эта тоненькая кожа слезет. Но я вообще, честно говоря, не понимаю смысла в этих носочках. Потому что я раз в месяц полтора делаю педикюры. У меня мастер там все прямо аж счищает так, что прям вот такие ножки, пяточки такие младенческие становятся. И у меня даже если мастер у меня сейчас болеет, если она еще не начнет работу в ближайшее время, у меня есть такая пилка для ног специальная такая, профессиональная хорошая. Просто стоит ноги отмочить. Ну полчаса обычно я всегда перед педикером сижу. И потом пилочка. Там одна сторона пожестче, другая отшлифованная такая. И вот эта пилочка раз-раз-раз и пяточки становятся вот такие вот без всяких этих носочков, без всяких этих отшелушиваний. Так что я, мой отзыв об этих носочках такой страшного ничего нету. Но для себя я не вижу необходимости в общем-то их делать в следующий раз брать. Вот если, который с гиалуроночкой я так добрала, такую масочку, они прямо смягчают, ножки хорошие делают. А вот эти носочки пилинг ну смыслов для меня лично смыслов в нем как-то нету. Не вижу я. Вот все, девочки. На этом я видео заканчиваю. Я уже сняла достаточно, чтобы не было слишком длинным, потому что монтировать потом долго утомительно приходится. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. И скоро с вами увидимся. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok